На телеканале Кубань-24 продолжается тема дня. Спасибо, что вы с нами. На прошедших выходных 4 ноября в России отметили День Народного Единства. Относительно новый государственный праздник, установленный по инициативе Межрелигиозного Совета России, впервые отмечался 4 ноября 2005 года. В первый День Народного Единства главным центром праздничных мероприятий стал Нижний Новгород. Основным событием праздника было открытие памятника Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. Дело в том, что День Народного Единства был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Минина и Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторически этот праздник связан с окончанием смутного времени в России в 17 веке. Праздник больше символизирует не победу, а сплочение народа, которое и сделало возможным разгром интервентов. Он призывает людей не только вспомнить важнейшие исторические события, но и напоминает гражданам многонациональной страны о важности сплочения. Он также служит напоминанием о том, что только вместе можно справиться с трудностями и преодолеть препятствия. В первой части программы мы обсуждали, как молодежь относится к старому празднику, Дню Октябрьской революции. А в этой попробуем выяснить, что молодые люди отмечают 4 ноября. На студии Игорь Сергеевич Калинин, руководитель Кубань Патриот Центра. Добрый день, спасибо огромное, что пришли. Если все-таки день революции, это уже давно минувшие дни, да, и скорее всего уже многие молодые люди не знают и не помнят, что это за праздник, то как они относятся к довольно новому, относительно новому, до 12-й год мы отмечали, День народного единства? Вы знаете, в преддверии праздника мы провели, Министерство образования, науки и молодежной политики провели такой краевой проект автобоис за народное единство, посвященный празднованию Дня народного единства 4 ноября. Охватили более 5000 молодых людей Краснодарского края со всех муниципалитетов. И что отрадно, что в первую очередь это хоть и молодой праздник, но тем не менее он интересен и понятен молодым людям, которые проживают на Кубани. Он для них в какой-то степени родной стал, возможно возрастной и интересен. То есть вот это значение, о чем я вначале говорил, о том, что вместе мы сила, сплоченность, мы вместе все преодолеем, то есть вот это понимание этого есть? Понимание есть и это на поверхности. В рамках автопоезда мы проводили и конкурс на лучший слоган, на лучшее видеообращение, на лучший билборд, плакат. И вы знаете, ну, вместе мы сила, это было, можно сказать, подавляющее большинство слоганов билбордов, именно в единении, в едином порыве и понимании молодого человека, что они являются гражданами большой страны. Это уже отрадно, это уже очень хорошо. Я правильно понимаю, что сейчас какой-то единой традиции на 4 ноября пока, может быть, еще не существует? То есть, если вспоминать 7 ноября советское время, это была обязательно демонстрация и дальше уже кружки по интересам, то сейчас каждый муниципалитет придумывает что-то свое. Если говорить в молодежной политике, ну и здесь не должно быть какого-то единого формата проведения мероприятий. Вся молодежь различная, разные национальности, религии, воспринятие и менталитет каждого муниципалитета. И здесь орган по делу молодежи, чувствуя, что интересно будет молодежи того или иного муниципалитета, делает свой формат проведения. Пусть это будет флешмоб, акция, может быть, даже экологическая какая-то акция, но то, что вместе объединит всю молодежь того муниципалитета, которое делает. В Краснодаре что было 4 ноября? 4 ноября в Краснодаре на Пушкинской площади было большое мероприятие, выставка и достижений, и работа, и молодежных, творческих работ, и выступления коллективов краснодарских. И Айёва, если я не ошибаюсь, группа приезжала. Достаточно большое, интересное мероприятие, и что отрадно, опять же, очень много молодежи присутствовало, принимало участие именно 4-го. Игорь Сергеевич, не кажется ли вам, что все-таки, да, в Кубань-Патриот-Центре все-таки вы работаете больше с активистами, да, вот раньше они были комсомольцы. С патриотами. Хорошо, да, патриоты, активисты через запятую. И, может быть, конечно, они какой-то отмечают праздник, действительно, День народного единства, и к нему готовятся. Но это, не знаю, может быть, там 10, ну максимум 20 процентов. А остальные 80, они пришли на концерт группы Айёв. Ну тогда объясните мне, почему с 12 часов до 4 часов дня на Пушкинской площади было там 3-5 тысячи молодых людей, а на группу Айёва было чуть меньше. То есть все-таки молодые люди пришли поучаствовать и сдать элементы нормов ГТО, тем не менее, послушать и коллективы, принять участие в выступлениях, в дискуссиях, в площадках. Ну, тем не менее, это же о чем-то говорит. Давайте пообщаемся с социологом Ольгой Николаевной Малаховой у нас на связи. Ольга Николаевна, добрый день. Здравствуйте. Ольга Николаевна, вот у нашего гостя очень радужное отношение молодежи, как он считает, к этому празднику. Вы, как социолог, согласны с этим или нет? Ну, если брать не молодежь, а вообще россиян, знают ли они, что мы отмечаем 4 ноября? Потому что путаница же была, там до этого был День согласия и примирения, потом День революции, и все, мне кажется, смешалось в Доме Абонске. Ну, во-первых, институт, наверное, заключается в том, что мы с вами должны прежде всего проговорить, что у нас существуют формальные праздники и существуют неформальные праздники. Часть формальных праздников, которые существуют достаточно большое время, со временем приобретают определенные неформальные черты. В силу того, что вы абсолютно правы, День народного единства у нас праздник относительно новый, соответственно, приобрести еще какие-то неформальные черты, он не успел. Если, знают ли наши люди о таком празднике, однозначно, да, знают. Насколько активно молодежь принимает участие в этом празднике? Да, достаточно активно, потому что мы можем говорить о том, празднуют ли они его или не празднуют, но речь идет о том, что это, во-первых, у нас выходной день, поэтому молодежь за это однозначно обойные руками, потому что всегда отдыхать лучше, чем работать. И не только молодежь, Ольга Николаевна. Во-вторых, у нас еще это и возможность продемонстрировать лояльность государству. И это тоже, на самом деле, очень важно и очень хорошо. Что же мы будем говорить о более взрослых когортах населения, то у нас приблизительно 30% населения в этот день празднуют, ну, скажем так, чествуют именно Казанскую, почитание Казанской Божьей Матери. И вот это число людей все больше и больше с каждым годом растет. А те, кто до сих пор считают, что они относятся к атеистам, кто-то из них лояльно относится к новому празднику, но многие, конечно, осознают, что это замещение прежде всего более раннего праздника, это дня революции. Поэтому, в принципе, люди относятся к этому с пониманием и спокойствием, если так можно сказать. Молодежь к этому более восприимчива, поэтому все новое она воспринимает более активно и лучше. Более старшее количество людей к этому относятся поспокойнее, конечно. А понимают вообще, почему именно 4 ноября, то есть чем связаны исторические события 1612 год, смутное время, освобождение Тантервентов? Ну, конечно, потому что здесь же взаимосвязь именно Казанской Божьей Матери, почему почитание пошло? Потому что именно в тот момент именно иконой Казанской Божьей Матери, собственно говоря, так сказать, благословляли. Поэтому, скажем так, христианские традиции и освобождение от польского нашествия здесь просматриваются более логично. Поэтому люди более старшего возраста к этому относятся спокойно и с пониманием. Спасибо. Ольга Николаевна Малахова, социолог была с нами на связи. Игорь Сергеевич, если все-таки возвращаться к разговорам про акцию «Автопоезд за народное единство», это был первый опыт проведения этой акции? Да, это был первый опыт проведения этого автопоезда «За народное единство». Приурочили мы к 4 ноября, к Днеприду. Это реальный поезд? Это нереально поезд, это название «Автопоезд», говорят о себе. Поезд из автомобиля. Можно сказать таким образом. Приезжали мы в 5 муниципалитетов, куда съезжались ближайшие муниципальные образования, молодежные активы из этих муниципальных образований. В каждом муниципалитете было порядка тысячи человек молодых. В рамках одного дня проходили все мероприятия, в которые включали себя и различные конкурсы, форматы проведения. Это и почетная вахта памяти на посту номер один. У нас с 1 сентября 2016 года действует на постоянной основе вахты памяти на посту номер один во всех муниципальных образованиях. Это и круглые столы «Я гражданин», «Лига дебатов», «93 профессии», то есть где молодые люди могли пообщаться, высказать свое мнение, обсудить, прийти к какому-то заключению. Это и открытый микрофон, каждый молодой человек мог высказаться, мог прочитать стихотворение или же просто свое отношение к этому празднику и к мероприятию, в том числе мог сказать. Это проведение интерактивных площадок, это и караоке, большие уличные шахматы, шашки. Это экологическая акция «Марафон добрых дел», которая стартовала еще с 10 октября по всему краю, социальная и экологическая. То есть формат мероприятий в течение дня был очень большой. И уже в завершении проводился совместный большой концерт, большая концертная программа силами всех муниципалитетов, где чествовались лучшие из лучших молодых людей. А дополнительно вот этот автопоезд, то есть молодежи не хватает мероприятий, то есть им негде собраться, высказаться в открытый микрофон, спеть в караоке или поиграть в шахматы? Или просто мало мероприятий не бывает? В первую очередь, не то что мало мероприятий не бывает, но давайте, это немножко другой формат проведения. Здесь в первую очередь мы собирали активную молодежь из разных муниципалитетов на одной площадке и давали им возможность пообщаться, поделиться своими впечатлениями, мнениями, своими идеями и своими реалиями проведения в муниципалитете. Вы говорили, что собирали активную молодежь, но они-то уже активны. А может нужно проводить какие-то мероприятия, чтобы подтаскивать молодежь пока еще активностью не отличающейся? Это вы предлагаете заставлять. Давайте не будем заставлять. Почему? Заманивать. Заманивать. Вот проходил у нас на территории края в городе Сочи, я считаю, что величайшее мероприятие, в котором каждый молодой человек должен был бы поучаствовать, это фестиваль студентов и молодежи. Там лучших из лучших собирались. Лучших из лучших. Возможность площадка, где они пообщались, зарядились энергией, позитивом. Мы, может быть, сделали для молодежи Краснодарского края вот такие пять площадок, на которых они пообщались, зарядились энергией и, возможно, получат определенный толчок к энергию, развитию дальше активности в своем муниципалитете. Но вам понравился этот опыт с автопоезда? Лично мне понравилось. Но мне, что и отрадно, мы получаем сейчас обратную связь от молодых людей, которые принимали участие в автопоезде. И в подавляющем своем большинстве молодежи это тоже понравилось. Но есть и недовольные. Ну, если бы были все довольны, мы бы отработали на 200%. Мы пока считаем, что мы постарались сделать одну из форм мероприятий для молодежи. Ну, может быть, немножко новую. Или даже не новую, может быть, слегка забытую старую. Подобные проекты ранее уже были на территории Кубани. У нас еще одна минута есть. Сейчас на чем работаете? Какие проекты готовите? Может быть, уже на 2018 год? Мы готовим сейчас план мероприятий на 2018 год. Об этом в любом случае еще рано говорить. Это также будут мероприятия, приуроченные и к праздничным, и к знаменательным, памятным датам. Но где-то традиционные мероприятия, где-то будут новые. В этом году у нас все-таки будет закрытие вахты памяти, краевой вахты памяти. Это будет 24 ноября в городе Хадыжинске, Абширонского района. Куда мы будем приглашать все поисковые организации и объединения, осуществляющие свою деятельность на территории края. У нас их 23. А также представители вахты памяти, пост номер один из всех муниципалитетов. На котором мы хотели бы подвести итоги работы за 2017 год. Ну и выставить определенные приоритеты и задачи на 2018. У нас в следующем году, если не изменяет память, юбилейная дата освобождения Краснодара. Дата освобождения Кубани, битва за Кавказ. Достаточно значимые, серьезные даты, на которые мы не должны забывать. И не только как в год празднования, мы должны помнить об этом постоянно. Спасибо, спасибо большое. Руководитель Кубань Патриот Центра Игорь Сергеевич Калинин был у нас в студии. Мы продолжаем тему дня. Спасибо, что вы проводите это время вместе с нами.